Садоводы и огородники Поскольку в умеренной зоне всегда есть риск возвратных холодов, даже до начала июня высаживание огурцов на теплой грядке весьма и весьма оправданно. Итак, две недели назад мы сделали теплую грядку, а сегодня посадили огурцы. Посадка рассады огурцов не является методически сложным каким-то занятием. Необходимо выкопать небольшую ямку, заполнить ее питательной смесью, которая может содержать комплексные удобрения, табачную пыль для того, чтобы делать профилактику нематоды, небольшое количество известковых меловых материалов для нейтрализации почвы в зоне роста корня. Пожалуй, и все. Также лунку полезно пролить раствором фитоспорина, либо внести триходермина или подобные препараты, для того, чтобы в полной мере обеспечить защиту огурца от корневых гнилей, от которых он, к сожалению, очень и очень страдает. Поскольку мы нашу грядку будем накрывать черным спонбондом, возле каждого растения огурца мы поставили небольшой колышек, который по высоте лишь немного превышает высоту этого растения. После укрытия грядки черным спонбондом мы будем точно знать, где находится наше растение, для того, чтобы прорезать черный спонбонд и дать возможность выйти наружу растению и дальше развиваться. После того, как мы натянем спонбонд, мы прольем нашу грядку, если посчитаем, что влаги будет недостаточно после пролития лунки, натянем дуги, натянем белый спонбонд и оставим наши огурцы только при небольшом поливе в таком состоянии до начала цветения. После начала цветения огурцов мы либо снимем спонбонд вовсе, либо откроем его в торцах, для того, чтобы пчелы могли бы спрепятственно влетать туда и вылетать. Конечно, в том случае, если вы не посадили портенокарпики. Но я рекомендую всегда сажать 3-4, а то и 5 сортов огурцов. Дело в том, что особенно хорошо еще сажать так называемые старорежимные, старые сорта, у которых достаточно много мужских цветков. Несмотря на то, что портенокарпические гибриды образуют плоды и без опыления, опыление таких сортов способствует увеличению урожая. Ну а если говорить о современных гибридах с преимущественно женским цветением, им совершенно необходимы растения, которые в течение всего периода будут давать мужские цветки для обеспечения опыления. Кроме того, разные сорта в разные годы в зависимости условий имеют преимущество. Одни лучшие приспособлены к дефициту влаги, другие более холодостойкие, третьи устойчивы к определенным заболеваниям. И каковы будут условия текущего года, неизвестно. Поэтому сортовое разнообразие точно обеспечит вас урожаем. Однако же, когда вы садите только один сорт, гарантировать урожай достаточно сложно. Надеюсь, что вот такой небольшой экскурс в посадку огурцов на теплые грядки поможет вам быть всегда с надежным урожаем. Я прошу вас, ставьте лайки, если нравится вам наше видео. Переходите на канал процветок.ком, задавайте там вопросы под этим же самым видео. Ссылку на этот канал вы увидите под этим видео. Подписывайтесь на нас, я прощаюсь с вами. До следующих выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok